МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение громкой истории. Подростку, подозреваемому в убийстве матери, назначена мера пресечения. Знания, опыт, результат миязских педагогов поздравили с днём учителя. Торпеда МИАС чемпион области. Впервые за 29 лет наш клуб занял первое место. Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. История, известная всей стране. Подросток-игроман из МИАСа признался, что убил мать и нанёс отцу множественные ножевые ранения. Сегодня в отношении 15-летнего школьника избрана мера пресечения. Напомним, подросток из посёлка Тургаяк пришёл в полицию с повинной. Он рассказал, что зарезал собственную мать и покалечил отца. Родители настаивали на том, чтобы сын хорошо учился, и запрещали ему играть в компьютерные игры. Крупная ссора назревала давно, но то, что она закончится убийством, никто не мог даже предположить. Мать умерла на месте от многочисленных ножевых ранений. Отец-подростка находится в реанимации, он уже перенёс несколько операций. То, что мальчик оказался способен на такое, повергло всех в шок. Семья была благополучная и обеспеченная. По словам учителей, ребёнок проявлял интерес к истории, литературе, любил математику и участвовал в Олимпиадах. Сегодня в отношении 15-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Благородное собрание в дворянской зале. В доме купца Смирнова сегодня собрались директора школ и учителя. Лучшим вручили грамоты и благодарности, в том числе федерального уровня. О достижениях миасских педагогов далее в сюжете. Эти люди дают ребятам не только знания по предметам. Они наряду с родителями формируют мировоззрение детей, учит их быть добрее и терпимее, но при этом уметь отстаивать свои интересы. Этих людей объединяет любовь к профессии, отметил временно исполняющий обязанности главы округа Геннадий Васьков. Все мы прекрасно знаем, что система образования в МИАСском городском округе на довольно высоком уровне находится. Наши школы постоянно номинируются и признаются лучшими в числе сотни лучших школ и Российской Федерации, и Челябинской области. Есть наши представители. По словам начальника управления образования МИАСа Натальи Каменковой, в последние годы в области взят курс на подготовку технических специалистов. МИАС этому курсу следует. Я бы один из позитивных моментов отметила, это смещение акцентов в выборе выпускниками экзаменов для поступления, которые предполагают их поступление в технические вузы. На сегодняшний день для Челябинской области эта проблема весьма актуальна, и нас радует, что уже второй год подряд на 14-15% мы даем прирост поступления в вузы технической направленности. Наталья Каменкова также отметила, что в этом году у наших учителей и школ много достижений. Среди самых успешных образовательных учреждений города начальник управления образования назвала гимназию номер 26. Одно из последних достижений гимназии – победа в областном конкурсе использования информационно-коммуникативных технологий в образовании. Директор поделился секретом успеха. Секрет очень простой. Системный труд с утра до вечера, без субботы, без воскресенья, и в целом всегда даст результат. Вопрос стоит, чтобы этот результат был постоянно возрастающий, но над этим работает весь коллектив, в целом очень мощная административная группа. Лучшие учителя были отмечены федеральными и областными грамотами, благодарственными письмами от администрации МИАСа и собрания депутатов округа. Ирина Горностаева, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Будущие водители, будущие солдаты, будущие защитники Родины. 22 миасских парня проходят обучение на права категории С от военкомата. Весной они вступят в ряды вооруженных сил в качестве водителей. Павлу Сомову 18 лет. Он мечтает служить в спецназе, но в какие войска его направят, еще неизвестно. В военкомате он узнал о том, что у призывников есть возможность бесплатно пройти обучение на права категории С. Павел решил, что такую возможность надо непременно использовать. Я вот решил отучиться здесь, потому что это бесплатно. Потом это очень хорошо, что С пригодится в армии. Ну то, что будем ездить здесь, это очень классно. К занятиям уже приступили 22 человека, но это только первый взвод, а их будет несколько. В автошколе ДСААФ традиционно ведется бесплатное обучение на категорию С. Молодые парни имеют возможность получить навыки, которые пригодятся не только на службе, но и в повседневной жизни в будущем. А в армии молодым водителям придется управлять автомобилем в непредсказуемых условиях. Поэтому обучение серьезное, а преподаватели строгие. По словам начальника МИАСКОГО отдела военного комиссариата Сергея Васильева, парни почувствуют легкое дуновение армии. Их готовят не просто водителями автомобиля, а водителями шасси автомобиля. То есть на этом шасси может размещаться любое оборудование, вооружение. То есть все, что относится к автомобильной технике, в том числе БТР и так далее. Все это будет эксплуатироваться выпускниками автошколы. На путьственное слово парням сказал и временно исполняющий обязанности главы округа Геннадий Васьков. Он отметил, что инструкторы школы ДСААФ дают отличную подготовку. Прошедшие автошколы ДСААФ, как правило, становятся высококлассными водителями, профессионалами. И во время службы в вооруженных силах это действительно очень важно и значимо в первую очередь. И для вас, и для той задачи, которую вы будете выполнять, находясь на срочной службе. Обучаться парни будут три месяца. Второй взвод будущих водителей приступит к занятиям в конце ноября. А весной молодые люди уйдут служить. Ирина Горностаева, Александр Лядов, ОТВ МИАС. МИАСские боксеры вернулись с победой с очередных соревнований. На этот раз ребята побывали в Магнитогорске на региональном турнире, посвященном памяти первостроителей магнитки. Воспитанники Сергея Собинова, Виктора Лягина и Марата Хузеева выступили досойно, получили золото и серебро в своих весовых категориях. Вильдан, концовка, Вильдан. Хорошо. Вот так. И здесь, здесь работать. Почти каждый месяц тренеры стараются вывозить ребят на соревнования. Только в атмосфере борьбы можно повысить профессиональный уровень, убежден Сергей Собинов. Победа стимулирует ребята, главные, как говорят тренеры, молодые спортсмены, становятся более дисциплинированными и ответственными. В прошедших магнитогорских соревнованиях милянские боксеры 17-18 лет показали достойные результаты. Видно было, что еще очень-очень много придется трудиться. Там всплыли несколько ошибок, над которыми надо серьезно поработать, в частности защитные действия. Доволен. Почему? Потому что, как правило, тяжело. Ну, вот первые соревнования сезона, они тяжело даются. И, в принципе, ребята достойно вышли из первого испытания. Я думаю, что все будет нормально. Дальше. Всего в соревнованиях участвовали 95 спортсменов из разных регионов. Казахстана, Самарабаш, Катустана и Челябинской области. Минские боксеры Дмитрий Мордасов, Максим Плешков и Вильдан Минасов, проведя несколько боев, заняли первые и вторые места. Однако успех не вскружил голову юным боксерам. Впереди их ждут еще соревнования, к которым ребята упорно готовятся. Ведь тренеры ставят задачу воспитать не просто чемпионов, а здоровых людей. Этого события ждали долгих 29 лет. К этому стремились, за это бились и несколько раз останавливались в шаге от заветной цели. И вот футбольный клуб «Торпеда МИАС» вновь чемпион области. Два года назад инициативная группа в лице Дениса Хитрина и Константина Маркова начала работу по возрождению одной из самых титулованных команд области – «Торпеда МИАС». В тот дебютный год «Торпедовцы» заняли второе место, при этом бились за золото до последнего. В этом сезоне игроки «МИАС»ской команды порадовали болельщиков, показав все, на что способны. 4 октября в Челябинске на стадионе «Центральный» состоялся предпоследний матч чемпионата области, где «Торпеда МИАС» встречался с командой «Академия футбола-2» Челябинск. Для завоевания досрочного чемпионства «Торпедовцам» необходимо было взять в данном матче лишь одно турнирное очко. Сделать это в игре с аутсайдером чемпионата не составило труда. Уже в дебюте встречи Алексей Тутарков открывает счет. Далее голы одни за другим. На перерыв команды уходят при счете 5-1 в пользу «МИАС»ской команды. Во второй половине матча Сергей Чистяков оформляет хэт-трик. Игровой счет матча 9-3. Фанаты ликуют. «Торпеда МИАС» чемпион. «МИАС»ки победители приглашают всех любителей футбола на заключительный матч чемпионата. Он же последний домашний. Увидеть новоиспеченных обладателей золотых медалей можно будет 10 октября в «МИАСе» на стадионе «Труд». Начало игры в 16 часов. Это все на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. А сразу после короткой рекламы смотрите ваши хорошие новости с Гузель Шмельковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова